всем привет сегодня будет разбор планировки двухкомнатной квартиры в жилом комплексе гаринский кстати кто не смотрел видео обзор смотрите ссылочку прикрепляю с павлом репиным мы осматриваем весь комплекс говорим плюсы и минусы ну и вообще про этот дом ну а пока подписывайся на канал жми на колокольчик и приступаем итак друзья двухкомнатная квартира площадь 81 и 8 квадратных метров 15 этаж это значит еще лучшие виды стоимость от 15 миллионов рублей а если быть точнее 15 миллионов 300 тысяч рублей кстати говоря не такая уж и высокая цена для этой локации а локация уже как гаринский просто фантастическая и в некоторых квартирах виды волшебные это я вам точно говорю потому что я там был видел ну а что можно сказать про эту квартиру давайте начнем с прихожей заходим попадаем достаточно просторное помещение и что мы видим а мы видим что шкаф то поставить некуда уже вторая квартира в которой я нахожу этот дефект это не очень хорошо и правильно то есть фактически есть небольшое место уголок куда мы можем поставить небольшой шкаф и многие я знаю будут хотеть туда воткнуть так называемый быстрый гардероб этого делать категорически нельзя ребята вообще забывайте про вот эти так называемые быстрые гардеробы потому что ну фактически это какие-то гвозди там в стене ну хорошо пускай красивые крючочки на которых висит одежда правильно правильно а что такое одежда но это куртки плащи там шапки это все разноцветно это разных материалов то есть получается что это такой визуальный шум который портит весь внешний вид вашего пространства в данном случае прихожей поэтому этого нужно всячески избегать нужно находить места под скрытые шкафы а еще лучше гардеробные чтобы одежду было не видно что мы оставляем в прихожей в идеале то есть у нас должен быть пуфик где посидеть у нас должна быть консоль для красоты может быть зеркало может быть с картиной но никаких вещей на гвоздиках поэтому вопрос куда здесь поставить шкаф остается открытым возможно вот весь вот этот вот длинный коридор возможно он кстати говоря метров здесь восемь наверное квадратных вот представьте сколько вы денег так выкинули в коридор но возможно он станет для нас не бесполезным мы поставим вдоль всей стены шкаф и тогда наверное это спасет положение но коридор при этом останется вот такой вот длинный и его конечно придется как-то маскировать с помощью дизайнерских приемов фишек освещения с помощью цвета возможно ну и так далее что у нас здесь еще в прихожей у нас здесь в прихожей вход в гостевой санузел ну вроде бы логично что как-то вход в туалет как-то спрятаны вроде бы через прихожую но с другой стороны это не так уж и хорошо потому что пользоваться мы им будем постоянно а это значит ходить через прихожую постоянно а это значит растаскивать грязь и пыль которую возможно мы принесем с улицы на обуви правильно правильно но именно в этой планировке кстати говоря через прихожую придется ходить постоянно потому что это путь в дальнюю спальню но она же наверное родительско судя потому что здесь стоит двухспальная кровать а ну собственно тогда про нее и поговорим смотрите что здесь происходит здесь мы видим опять неправильную конфигурацию видите такой вот утопленный закуток этого делать категорически нельзя потому что пространство ломается и выстраивать его с точки зрения дизайна очень непросто я бы переносил вход делал бы его со стороны коридора глубже но выпрямлял со стороны спальни и делал комнату правильной квадратной формы вот так вот гораздо будет лучше и логичнее ванная комната 6 квадратных метров это вообще прекрасно в нынешних реалиях потому что некоторые застройщики делают миллипусечные ванны а здесь в общем-то отличный размер 6 квадратных метров вполне достойно правда по-дурацки расположена сантехника вот какой-то закуток здесь где ванна какая-то раковина маленькая в общем это конечно же нужно все переделать ну и что у нас здесь осталось у нас гостиная и кухня-столовая которые сейчас мы и обсудим что видим гостиную 14 квадратных метров вход в нее через кухню столовую и в принципе она знаете такого размера не слишком маленького но и небольшого но в общем как бы особо не разгуляться конечно же но и не сказать что она совсем уж какая-то крошка что поставить и ничего невозможно нет можно но конечно же не так как здесь нарисовано ну то есть мы заходим и натыкаемся на спинку дивана этого делать конечно же нельзя нужно по-другому переделать ну например мы ставим один диван таким образом здесь вот ставим второе кресло здесь другое здесь например посередине телевизор и у нас тогда выстраивается хоть какая-то красивая композиция с точки зрения дизайна конечно же я имею ввиду они просто мебели поставить как это обычно делается ну и переходим к кухне столовой здесь конечно вообще очень и очень странное решение то есть посмотрите опять странной формы помещения это какой-то пятиугольник вот видите с какими-то углами и в один из углов воткнули кухонный гарнитур ну это конечно странное мягко говоря решение у нас остается много свободного места где болтается стол непонятно как вот прям тут вот вроде как-то посередине то есть тоже как-то вот весьма странно и нужно с этим что-то обязательно делать возможно нужно использовать такой прием как кухня с островом да ну например то есть мы поставим какой-то остров то есть может может быть вот как-то вот так и или как-то вот-вот может быть вот так а стол сместим дальше вот сюда и ближе к окну как ну то есть старайтесь столы ставить ближе к окну за таким столом приятнее сидеть во первых он освещается хорошо во вторых есть куда посмотреть понимаете они в глухую стену здесь ведь нету окон то есть получается что кухня но такая немного в полумраке будет поэтому здесь думать над освещением тоже придется дорогие друзья вот ну как то так примерно вот по этой квартире можно ли с ней что-то сделать ну конечно можно и в принципе я даже уже почеркался и порисовал то есть принципе здесь получается весьма неплохо даже при большом желании из нее можно сделать комнату для семьи с ребенком то есть у нас будет спальня для родителей у нас будет комната для ребенка а вот эти двадцать два с половиной квадратных метра можно превратить в общую так сказать кухню гостиную ну конечно она будет очень скромненькая но тем не менее будет то есть можно в общем ребята обращайтесь за планировками если надо и дизайн проект тоже с большим удовольствием как говорится ну а пока ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал и пишите в комментариях обязательно ваше мнение насчет вот этой планировки но на этом все всем пока да пребудет с вами муза